Всем привет дорогие друзья! После моего последнего ролика про Дон Дона, многие стали обвинять меня в том, что я толкаю дезинформацию, хотя в самом видео я говорил о том, что не знаю сколько Кадырову осталось жить, а также сказал о том, что в любом случае он выглядит как нездоровый человек. И для того, чтобы это понять, не надо быть даже врачом. Если год назад он выглядел так, то сейчас весь опухший, с трудом говорит и двигается тоже с трудом, да еще и при разговоре отдышка сумасшедшая. Какой же это здоровый человек? Однако, несмотря на все это, немало дурачков в комментариях нарисовалось, которые заявляли о том, что это все вранье и Кадырка здоровее всех здоровых и всех нас переживет. Я уже показывал в своем предыдущем видео, как Шайтан Ахматович присылал своих ботов, которые пишут полную чушь, что она вообще не налазит на голову. Я проанализировал другие ролики про Дон Дона от различных каналов на ютубе и там тоже похожая картина, о чудо. Дон Дон тратит много денег на то, чтобы армия ботов создавала иллюзию того, что все нормально и никаких проблем со здоровьем и вовсе нет. Представьте, если бы такая же армия ботов стала писать, что Емельяненко жив-здоров и никогда не бухал и вообще, в принципе, выглядит здоровым человеком. Это же просто смешно. Вся деятельность Кадырова построена на запугивании и балабольстве. Он пытается всегда казаться, а не быть. Это хорошо видно и по его наградам, которых больше, чем у ветерана Второй мировой войны, который до Берлина дошел. И по спорту это тоже хорошо заметно. В своих роликах на канале я это показывал. Кадырова у нас и футболист, и баскетболист, и качок, и боец тоже. Ровно это же касается и его тикток войск, которые не являются вообще боевыми подразделениями. Это подразделения МВД, цель которых разгонять митинги и охранять самого Дон Дона. Это не военное подразделение и не супер крутые вояки, как рассказывает пропаганда. Это обычные тикток войска, которые сильно распиарены. Сам же Дон Дон после того, как начали форсить новость о его предсмертном состоянии, появился в видео со своим друганом Гелем Хановым, с которым они вместе рассказывали о том, что они планируют жить долго, и тут как бы их можно только поддержать в таком вот стремлении. Да, безусловно, Дон Дон жив, но вот насчет здоровья я бы так и близко не говорил. Обратите внимание на то, как он говорит. Почти каждое слово и одышка идет, а лицо еще сильнее опухло. Вполне вероятно, что информация про проблемы с почками правда, хотя могут быть и другие заболевания тоже. Если ты это здоровый человек, то тут, как говорится, наши полномочия все. Никакой это нездоровый человек. Записывать видео на пару секунд это одно, а показываться на публике совсем другое. Если ты еще месяц назад, он с трудом ходил, то представьте, что с ним сейчас. Я его телеграм-канал периодически мониторю, и там по-прежнему пустота, и он фактически никакой деятельности не ведет. Хотя год назад он чуть ли не каждый день записывал видосы, как его шайтаны с полка имени Чая Ахмат брали Киев, а потом и Вашингтон Дон Дон. Путин звонил, в трубку кричал, Киев взял за три дня, я обещал. В Киеве был, в двери стучал, мне никто не открыл, я убежал. Мы сейчас говорим у Вас на Украине, в каждом углу Дон, в каждом улице Ахмат Силы. Где Вы? Да, Ахматович, сейчас Киев, дальше что? Сейчас Киев, Дон, дальше кто будет лезть, он на нашу страну, видно будет. Это оружие Дон украинского производства, Дон, трофейный Дон. Трофейный Дон был чрезмерно активен тогда, но сейчас появляется крайне редко, да еще и в таком вот состоянии. Самый Дон, второй июня Дон. Второй дон, второй июня Дон. Делимханов показывает дату и время на своем айфоне. Так, я что тут не понял, а как же проклятая Америка, с которой Дон-Доны так яростно сражаются? Но сражаются они только на словах и сражаются для быдла. А сами без особых угрызений совести, пользуются западными технологиями и всеми благами цивилизации. А быдлу рассказывает про загнивающий запад и как Америка скоро рухнет. Обратите внимание на его руку, она тоже опухшая, как минимум у него наблюдается задержка жидкости в организме. Связано это с почками или нет, можно долго гадать. Но то, что он не здоров, это факт. Также на его руку надето что-то похожее на медицинский прибор, хотя разобрать сложно из-за плохого качества видео. Однако, многие боты в комментариях уже вовсю рассказывают, что это всего лишь четки. Какие нафиг четки? Вот Кадыров поднимает руку. Где тут вообще вы четки видите? Или совсем ума нет, чтобы придумать что-то более внятное? Магомед Даудов, известный также как Иудов или же Кадыровский лорд, наперед записал Некролог. Видимо, он хотел быть первым, чьи слова о Кадырове будут опубликованы в день его смерти. Но, видимо, это все слили в сеть. Наш Падишах, сын Ахмата Хаджи Рамзан, был нашим учителем, нашим наставником, который нас учил. Воспитывал да примет Господь его борьбу, говорит на этом видео Магомед Даудов. Что самое интересное, похожие слова примерно две недели назад писал его младший сын Адам. И тот пост тоже выглядел как какой-то Некролог. Отец, какое безграничное счастье, когда у тебя есть ориентир, человек-наставник. Плечо, на которое можно положиться в сложный момент. Пример, к которому нужно стремиться. Добрый взгляд, который выше всех наград. Да хранит вас Всевышний, уважаемый Рамзан Ахматович. А на этом видео Кадыров объяснил причину, почему он умирает. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой войне. Да, и двух слов связать не может. И потом еще это заливает все в интернет. Там пиар-менеджеры совсем работают, что ли, не хотят. Приходится Дон-Дону самостоятельно себя пиарить. Даже таким вот способом. На этом видео мы по-прежнему наблюдаем нездорового человека. Который уже признается сам, что умирает. Хотя, учитывая интеллектуальные способности Кадырова, он явно хотел другое сказать. Но вышло так, как вышло. Другой информации про Дон-Дона крайне мало. Он не появляется на публике. Хотя СМИ периодически публикуют какие-то его заявления и обращения. Но составленные не так, что там и Ишаку понятно, что это все не Кадыров писал. Если бы писал он, то там бы мы слышали минимум 100 Дон-Донов и кучу несвязанного бреда. Вся эта история с его здоровьем довольно мутная. И наглядно видны попытки скрыть правду. Плюс заявления от его сына и персоны из его ближайшего окружения. Видимо прогноз так себе касательно здоровья. Повторюсь, я не знаю, когда Дон-Дон уйдет в мир иной. Это может быть через пару дней или же случится через пару лет. Слишком много неизвестных факторов и слишком много нюансов. Но однозначно очевидно, что со здоровьем большие проблемы. И это явно неоспоримый факт. А на этом пока все. Как всегда ставь этому видео свою горючку со смесью. И кто горючку не поставит, тот воздуханом Черчаевым станет. До новых встреч. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok